Здарова народ вы на канале арти и да этот день настал ну чисто технически он настал еще вчера но сегодня 11 11 забрал я вчера наш xbox series s и этот ролик будет про распаковку и первое впечатление от самой коробки чем вам должен понравиться этот ролик тем что он не проплачен никем нет предвзятый у меня никогда не было консолей но когда-то была 360 коробка бушная купленная с авито мне никто за это не платил я пошел за свои деньги купил эту самую консоли поэтому это будет распаковка первое впечатление ну и в целом я думаю на самом деле это мой первый ролик на канале подобного формата я думаю вам понравится думаю понравится он и мне и в дальнейшем у нас будет гораздо больше подобного материала с вашей стороны я очень-очень жду поддержки лайков комментариев может быть что-то изменить формате ролику нужно будет либо в целом что-то нужно будет говорить по-другому но пока что это ролик про распаковку xbox series s в целом хотелось бы поговорить о самом заказе как бы сделаю 0 9 10 то есть ровно через месяц я его поехал забирать получается смс ко мне из днс и пришла без каких-либо задержек либо о том что мой заказ как-то задержится поэтому ровно 10 числа я пошел и забрал свой xbox series s да кстати такой забавный факт продавец когда мне выносил xbox показал на нем пломбы я их на распаковке тоже покажу и он сказал то что вот эти все коробки все xbox и были запечатаны в отдельный специальный контейнер им присланы которые они не открывали до 10 числа я не знаю конечно врал он или нет но это забавный факт ну собственно теперь приступаем к основному будем распаковать прекрасную белую коробку на которой указано то что жесткий диск у нас все-таки на 512 гигабайт ssd с тот самый next gen который мы все ждем но как мы знаем место свободного будет только 330 если не ошибаюсь гигабайт вот такие вот характеристики у нас указан 120 fps 512 жесткий диск точнее ssd диск и те самые пломбы которых я ранее говорил про которые сказал мне продавец то есть это официальные пломбы которые никто не снимал никто не трогал и вообще все xbox и были в отдельной коробке сложенные тоже под пломбами которые они как он утверждать не распаковывались именно до 10 числа не знаю насколько это правда или нет но пломбы как вы видите на коробке действительно есть пломбы это действительно не выглядят так как будто их клеил сам днс это что-то видимо официальное вот этих пломб 3 естественно который поддерживает нашу коробочку power your dream ну собственно на самом деле коробку уже все видели давным-давно все все видели но от пломбы почему-то не показать я не знаю почему я этот момент так на этом моменте так застрел внимание мне просто стало интересно пройти пломбы если честно посмотреть и узнать информацию но собственно сейчас фокус поймаем поймаем фокус камера вот такой вот у нас фокус и будем смотреть что внутри я уже знаю то что xbox находится у нас такой коробки от яиц как ее называют такая для и знаете коричневая такая коробка дешевая так и вот у нас этикетка есть инструкция о том как вставить батарейки в геймпад и да в геймпаде будут батарейки что многие считают несомненно преимуществом ну и в целом есть проложуха который настраивать ваш xbox я потом кстати расскажу о том с какими трудностями я столкнулся мы снова видим надпись power your dream ну и собственно сам xbox вот в такую вот упакован штуку я не знаю что это за штука мягкая наверное чтоб он не царапался не бился нигде даже в такой коробке ну та самая коричневая коробочка который не достать который просто сдерживает наш xbox с той стороны и сейчас сейчас найду да вот здесь вот здесь у нас все кабеля то есть нам дадут hdmi нам дадут провод для питания и тот самый белый прекрасный геймпад который по сути не отличается от предыдущего поколения мне кажется ничем кроме своей шершавой поверхности тоже замотан вот в такой вот у нас мягкую знаю что это перевозочную мягкий перевозочный пакет наверное выглядит он приблизительно вот так вот выглядит он очень круто очень сильно на самом деле помимо геймпада кстати за что спасибо огромное microsoft они все-таки положили нам батарейки вот такие вот батарейки у нас фокус не ловится на них ну да ладно не суть сам факт что батарейки у нас есть и вот такой вот прекрасный белый геймпад у меня кстати есть черный от предыдущего поколения поэтому второе покупать не буду и это меня очень и очень радует задняя часть действительно шершавая на видео это не не видно насколько я вижу но она шершавая и достаточно приятная ну и собственно все в коробке собственно ничего больше нет но нам осталось достать саму консоль q которая прекрасно упакована в этикетку power your dream сейчас фокус наведем не ругайтесь на мне это моя первая распаковка надеюсь она будет более менее вам понятно для тех кто собирается покупать консоль она очень маленькая как и все говорили но я не помню говорили или нет она офигеть какая тяжелая я действительно не думал что она может столько весить прекрасный прекрасный белый xbox видим ножки прорезиненные его можно положить как вертикально так и поставить горизонтально 2 usb 1 hdmi кабель питания также для карт памяти но ой кабель питания кабель для интернета так вот прекрасная у нас прекрасная коробка но в целом же остался кунуться в этот прекрасный мир гейминга с xbox и дальше я наверное сниму еще один ролик но уже наверное через неделю может быть через две активного пользования и расскажу вам в целом о впечатлениях по поводу данной консоли потому что она на самой народной считается самой недорогой но при этом дающие возможности next гена я уже сразу оплатил себе подписку на год сделал ее ультимейт подпиской и блин да я уже играю на самом деле в него играю в игры получаю удовольствие и пока меня все все крайне устраивает но опять таки я хочу себе дать время какое-то дать время вам посмотреть другие обзоры и в целом потом вынести хоть какой-то вердикт по поводу всего происходящего потому что буквально через восемь дней я уже пойду забирать свой playstation 5 и там уже у там уже можно будет сравнить сравнить пользование как одна консоль как другая и в целом понять что вам нужно что нет вот такое вот короткое видео у меня получилось я надеюсь она вам будет интерес мое мнение тоже не пройдет мимо так как я не техно обзорщик я все-таки прав пока просто потребитель человек который стримит человек который готов вам рассказать о своих впечатлениях и блин доставьте лайк и подписывайтесь на канал пишите в комментариях какую консоль вы хотите либо какую консоль вы уже пред заказали и собственно давайте обсудим давайте обсудим потому что next gen уже буквально у вас дома